The Sniper Legendary это игрок, который... Гондон, кратко говоря. Всем привет, и сегодня я решил упороться и пройти карту Project Enigma на Найтмере. Сложность состоит в том, что нельзя заражаться. Так как это Найтмер, тут заражение происходит с первого укуса. Очень редко бывает, когда с первого укуса не проходит заражение. Поэтому надо было играть очень аккуратно. И избегать лишних контактов зомби в ближнем бою. Поэтому я решил отказаться от ближнего боя и сыграть чисто на огнестреле. Взяв пистолет и все патроны к нему, я выдвинулся проходить карту. Для начала нужно было узнать, куда нести все головы. Для начала я решил повернуть направо и посмотреть первую возможную точку, куда нужно нести головы. После того, как я обнаружил, куда надо нести головы, я пошел за первой, которая была справа за дверью. После того, как я его вынес из этой комнаты, я пошел дальше искать следующую голову. Найдя вторую голову, я вынес ее на перекресток и пошел за третьей. На этом месте я хочу остановиться подробнее. На данной локации есть видеокамеры. Если камера заметит вас, то сработает тревога, которая откроет двери, за которыми находятся бегуны. И вам будет крышка. После того, как я нашел третью голову, я пошел искать заглушку, при помощи которой можно заглушить одну из камер. Дальше я пошел искать следующие головы, попутно отключив одну из камер. Проверив возможное место наличия головы, я пошел искать полезный для себя лут. Проверив... Проверив tender полезного это была СКС и граната. После использования гранаты не по назначению мной было обнаружено две заглушки какая-то фигня с проводами. Зайдя не в понятную комнату я обнаружил голову и костюм, который был спрятан за какой-то фигнёй. Смекнув, что это газовый костюм, я побежал в газовую комнату, которую я видел чуть ранее. В этой комнате я обнаружил очки, которые позволяют видеть зону действия камер, дробовик с патронами и кучу бесполезных пилюль. Далее происходил очень скучный процесс переноски голов к их месту применения. Этот процесс я выражу, так как он очень скучный. Магии монтажа и мы сканируем последнюю голову. Открывается дверь, за которой лежит ключ карта, который мы несем в сектор B. После открытия сектора B я отправился в вооруженную комнату. Уничтожив пару десятков зомбей и одну турель, я открыл дверь и обнаружил только MP5. Расстроившись, я пошел далее. Зайдя в большую комнату с компьютерами, я нашел ящик со взрывчаткой и зеленую заглушку. Поехали! Поехали! Погует! Поехали! Зайдя в соседнее помещение, я обнаружил непонятный для себя автопарк и кучу обслуживающего персонала. После этого я решил уничтожить этот персонал при помощи взрывчатки, найденной ранее. Продолжение следует... Зайдя в местную столовку, я всех желающих решил накормить свинцом. Поняв, что желающих слишком много, я решил их оставить голодными. Открыв дверь в главный офис, я кинул динамит, чтобы уничтожить турель. После этого я благополучно активировал проход и съем... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зайдя в сектор С, я пошел изучать его. Я обнаружил комнату, в котором стояло непонятное устройство. Я применил свое непонятное устройство проводами. И при помощи своего интеллекта я открыл секретную комнату, в которой я думал, что будет что-то интересное. Но я там обнаружил только лопату и пару непонятных пилюль. После этого я расстроился и пошел далее. Дойдя до пятой точки сектора С, мне пришлось потрудиться и включить 4 компьютера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее мне пришлось сыграть в игру. Найди то, не зная что, доставь туда, не зная куда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Найдя вентиль и сложив 2 плюс 2, я понял, куда его нужно притащить и поставил на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После манипуляции с российским газом я пошел в главную комнату, чтобы включить лифт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. После раздачи глобальных пизделей я активировал лифт, но так как проводку в этом бункере делали китайцы, вся система безопасности накрылась, но зато включился лифт. После выключения света начался кипиш, и мне пришлось прорываться с боем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После побегушек по темному туннелю я обрел зомби-вирус. Далее я попал в следующий блок, который мне пришлось зачистить и обыскать все комнаты на наличие полезных предметов. При помощи фигни с проводами я взломал компьютер и открыл оружейную комнату. Попав в оружейную комнату, я нашел 5 винтовок М16, из которых я достал патроны. Я начал пробираться к столовой, попутно убивая всех зомби и лутая все, что можно было. В этот момент я почувствовал, как очистил свой организм от заразы, но зомби от этого меньше не стало и мне пришлось дальше очищать это место. Отодвинув шкаф, я нашел вход в вентиляцию. В этой комнате я нашел М16 с патронами и при помощи компьютера открыл заблокированную дверь. Очистка бункера продолжается. Разозлив монстра я забрал карточку и понес ее в нужное место. После активации панели, мое следующее задание. Казалось взломать десяток компьютеров. Продолжение следует... ПОТАЛЕЙ САЕТСЕМЕНТА На этом моменте я понял, что мне нужна аптечка, благо я знал, где ее искать. Забрав аптечку и немного 45 патронов, я продолжил взламывать компьютеры. Забрав аптечку и немного 45 патронов, после взлома всех компьютеров мне предстояло забрать все свои вещи и уйти в канализацию. После проникновения в канализацию я ненадолго отошел. Вы можете наблюдать на фоне гуляющих зомби. Вернувшись, я начал пробиваться и идти далее. Дойдя до первой нычки, я обрел немного 45 патронов и молотов, которые понес в руках. Потаскав коктейль молотова, мне захотелось потаскать бинт, который в дальнейшем я выкинул. В этом месте я нашел немного патронов и аптечку, которую сразу же использовал. Так как я не медик, с первого раза использовать аптечку у меня не получилось. Я сделал вторую попытку. Используя наконец-то аптечку, я двинул дальше пробиваться сквозь зомби. Полюбовавшись волшебной стенкой, я двинул дальше в обход. Продолжение следует... Продолжение следует... Выйдя из непонятных туннелей, я обнаружил динамит. Забрав динамит и патроны, я двинул следующему месту, куда нужно было установить динамит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зарвав препятствие, я двинул далее, в предпоследнюю локацию. После активации панели, я решил немножко сбагаюзить и забраться наверх. Где мне оставалось только подождать, когда откроется главная дверь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тут и пригодился мой молотов. Продолжение следует... Подождав немного, я начал пробиваться. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как я подлечился и залутал немножко патронов, настало время главной битвы. С вашего позволения, я не буду ускорять, чтобы вы могли прочувствовать все напряжение, которое чувствовал я. Продолжение следует... 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 И тут я немножко офигел. Но на этом все, эта карта была пройдена. Надеюсь, до этого момента много людей досмотрело, ведь я постарался сократить это часовое прохождение по максимуму. Я фактически сократил его в два раза. И тут стоит пояснить, это прохождение было записано 12 января, и одна треть этого ролика была смонтирована в январе, а вся остальная часть в марте. У меня записано еще одно прохождение сложной карты, и надеюсь, я его выпущу раньше, чем через 3 месяца. Надеюсь, вам этот видеоролик понравился, и если да, то поставьте лайк и оставьте комментарий, для меня это очень важно. А я буду прощаться, всем удачи, всем пока.